Итак, ребята, решил я напилить доски. Хотел циркулярную пилу подключить, чтобы досочки напилить, а удлинитель-то у меня и не работает. Втыкаю его в розетку, а он ничего, нету электричества, пропало. Что же случилось? Как выяснить причину? А поможет мне вот всего лишь вот эта индикаторная отвертка. Простейшая, с батареечкой, индикаторная отвертка, которая есть в доме практически у любого человека. Удлинитель 25-метровый. Представляете, как найти обрыв в этом длинном кабеле, в этом длинном проводе? Провод хороший по качеству, и он, в принципе, никогда не подводил. Надо найти, какой провод неисправный. То есть не может же сразу два провода быть оборванными. Хотя и такое бывает. Ну, у нас сейчас задача найти именно жилу, которая оборвана, которая не проводит электричество. Сейчас я это сделаю. Итак, сейчас я буду проверять, ну, вернее, я найду, какая из жил этого длинного 25-метрового удлинителя оборвана. Для этого я, как уже сказал, воспользуюсь вот такой вот индикаторной отверткой простейшей, которая реагирует на емкость человеческого тела. Итак, смотрите, вот вилка, а вот сама розетка. Они соединены между собой длинным 25-метровым хорошим кабелем, который, одна из жил которого оборвана. Итак, что мы делаем? Берем палец, ставим на одну вилку. Берем индикаторную розетку, палец с другой стороны. Прошу прощения за мой французский маникюр, я только что с грядок. И начинаем тыкать в розетку, вот сюда. Естественно, никакого электричества здесь не должно быть. Видите, индикатор не светится. То есть один палец у меня здесь, второй палец на индикаторной отвертке. Начинаем эту отверточку тыкать в одно отверстие, в другое. Видите, ничего не светится. Ну, чуть-чуть эта емкость света. Следовательно, этот, вот этот у нас провод в этом удлинителе оборван. Связи между ним, вот этим контактом и контактом в розетке нет. Давайте проверим второй контакт. Переносим палец на второй и начинаем проверять. Здесь тоже не светится. А вот здесь светится, видите, да? Вот. То есть этот контакт, вот на этом контакте розетки, связан между собой, поэтому есть индикатор. То есть индикаторная отверточка показывает индикатор. Ну вот. Следовательно, вот этот контакт у нас относится к этой вот вилке, к этому отверстию вилки. И этот провод у нас в обрыве. Давайте будем искать, где у нас теперь обрыв. Для удобства можно как-то пометить вот этот контакт, который оборван. Ну вот я здесь ставлю циферку единичка, здесь рисую. Можно маркером белым нарисовать. Ну и здесь тоже ставлю отметку, что это контакт. Идет к оборванному проводу. Все, еще раз проверю. О, этот горит. Значит, этот провод целый. Ну, соответственно, этот неисправный. Следующий этап – найти фазу в розетке. Берем, опять же, нашу индикаторную отвертку и тычем ей в розетку. В один контакт не светится. В другой контакт светится. Не светится. Светится. Там, где светится, у нас фаза. То есть, там идет провод с электричеством. Вот. Фаза в нашей розетке здесь слева. Вот, для удобства я тоже нарисовал буковку «Ф» рядом с отверстием, в котором находится фаза. Теперь что мы делаем? Мы берем наш провод, который мы нашли с исправным концом, исправной вот этой вот вилочкой. Мы его в розетку, в фазу не втыкаем. Мы его втыкаем в ноль. А неисправную, вот этот вот кончик, который ведет к оборванному кабелю, мы втыкаем в отверстие с фазой. Вот. Воткнули фазу. И теперь индикаторной отверткой, так как мы пустили фазу по оборванному проводу, мы сейчас индикаторной отверткой поведем вдоль провода и будем смотреть, где прекратится гореть огонечек. Таким образом, мы найдем место обрыва вот этого нашего кабеля. Вот смотрите, как индикаторная отвертка показывает наличие фазы, то есть исправность провода на исправном проводе. Вот берем провод, берем отвертку, вот этим вот не острым кончиком, а вот этим вот контактом, которым прикладывается палец, начинаем проводить вдоль провода. Видите? Индикатор начинает гореть. Если мы унесем индикатор от провода, он тухнет. Приблизим, он загорается. Видите? Это исправный провод, по которому протекает электрический ток в данный момент. Это у нас провод к холодильнику. Убрали, потухло, пододвинули, горит. Также мы сейчас поведем по тому оборванному проводу для того, чтобы найти место обрыва. Ну и вот смотрите, что мы видим. Я зря боялся все это, все эти манипуляции сделал, но похоже, что у нас в розетке, в самой розетке плохой контакт. Не в розетке, а вот в этой вилке, в черной. Потому что сразу же после нее у нас электричество не идет. Вот и все. То есть здесь электричество есть, фаза, а после вот этой вилочки ее нет. Все, сейчас разбираем вот эту вилку и находим неисправность. То есть в самой вилке огонечек горит, фаза присутствует, а потом выходя из нее фазы нет. Значит вся проблема вот в этой вилочке. Вот я раскрутил эту вилку и сейчас смотрим наш вот этот неисправный контакт, вот этот. Вот он у нас. Подцепим его ногтем. Ну да, видите, он оплавился. Да, он оплавился и все. В результате контакт нарушился и электричество в этот удлинитель перестало поступать. Сейчас прикручу его покрепче. В итоге я развинтил всю вилку. Мне не понравилось, как тут сделано. Вот такие провода сейчас зачистил. Чтобы туда вставить надежно, буду использовать вот такие вот наконечники, втулки. Ну, обжимные. Одену на проводок. Ну, примерно вот так вот будет. Вот один контактик я обжал и сейчас он будет очень хорошо крепиться уже в вилке. Второй контактик сейчас одену и все засуну в вилочку. Все будет хорошо. Все, одел обе гильзы. Сейчас они будут надежно в вилке фиксироваться вот этими винтами стандартными. И такой проблемы, как обгорание контактов. В принципе, должно исключиться такая проблема. Все затянул. Втулочки туда очень хорошо встали. Вот так вот теперь. И здесь болтики протянул. Крепко-крепко, чтобы не было никакого тут, вообще никакой возможности, чтобы что-то расхлябалось. Конечно, надо в идеале еще туда добавить какой-нибудь смазочки такой токопроводящий, а эти болтики еще чем-нибудь залить, чтобы не отворачивались. Но я думаю, что когда-нибудь все равно придется разбирать это устройство. Итак, вилку я воткнул в розетку. На второй конец я поставил вот такой вот, у меня есть лампочка, такой светильник с выключателем. Сейчас проверим, включим. Все. Удлинитель работает. Вся проблема была вот в этой вилке. Сам кабель оказался целым. Но методику вот этой проверки этого кабеля, в принципе, можете взять на заметку. Все. Удлинитель восстановлен. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова